Все, приехала в родные места, уже в Журамине. Рынок, конечно, уже закрывается, все закрывается. Да уж, конечно. Немножко, конечно, конечно, да что ж такое, что ж это за слово паразит у меня появилось, расканишкалось. Немножко огорчена тем, что так съездила, можно сказать, в холостую. Но, с другой стороны, все, что не делается, все делается к лучшему. Сейчас зайду в рыбный, зайду в мясной, если там не будет костей, то попрошу. Может быть, как заказ они сделают, мне, может, завтра привезут или послезавтра. Как ни крути, все равно привыкаешь к той местовости, где ты живешь, и уже обходишься теми магазинами, пусть они, конечно, не огромные. Выбор небольшой, но в любом случае обходишься уже тем, что есть. Знаешь, куда поехать, знаешь, где что посмотреть. Привыкаешь к привычкам. Не знаю, то ли властитель поменялся в этом магазине рыбном. Вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Пусто. Какая-то там только вот эти салатки, копченые, это в Ацете рыба. Ну, в принципе, то же самое, что ты можешь купить в любом другом магазине. Не обязательно ехать в этот магазин, чтобы купить, слеть в Ацете. Я говорю, что рыба у нее только по четвергам бывает, свежая, мокрила. У нее замороженная, ничего нет. Ну, короче, раньше был магазин этот получше. Сейчас совсем какая-то печаль печальная. Надо искать что-то другое. Конец рабочего дня. Все магазины уже закрываются. Все помыли, витрины. В общем, купила я здесь такие кости с мясом, с хрящами. Тут и жирок есть. В общем, посортирую дома, переберу. Стоит 6,99. Тут что-то 28 злотых, по-моему, я заплатила. Фух. В общем, разобщалась я с кобетками, которые продают. Ой, а может, и там будет. А ну-ка, ребята, подождите. Сейчас зайду еще в тот магазин. Мне просто хотя бы одну косточку купить, потому что завтра воскресенье. А у Бруно там костей практически нет. Может, надо что-то погрызть, чтобы меньше нас грызть. Ой. Такой выезд незаметный со двора. Так вот. И в одном магазине разговаривалась с кобетками. И в другом. И интересно, кто я, что я давно, я мешка мне давно. В общем, разобщалась со всеми. И в том магазине, где продается говядина, оставила номер телефона Милоша. В понедельник пани позвонит, я просто хочу рубец заказать, кости. А она говорит, там вот эти кости говяжьи, они такие огромные. Там одна кость на килограмм затягивает. Но их тяжело достать. Надо сначала с доставщиком договориться. И тогда только могут они ответить, привезут или нет. Такой продукт, что они не уверены, что могут привезти. Так, что мне, мясо тут не украдут, если я оставлю? Надеюсь, что не украдут. Нет, здесь костей прям какая-то проблема найти кости. Вообще, честно говоря, я не знаю. Тут столько много ферм, именно коров, очень много. В одном бензамине у нас сколько там ферм. И как-то вообще, не знаю почему, очень мало именно говядины. Очень мало. Говядину найти сложно-присложно. За бедренку я вообще молчу. Там в бедренке гуляш когда-никогда бывает. И фарш, и то он мешаный вместе со свининой. Что ещё бывает из говядины там? Котлеты такие, как на бургеры. Тоже говяжьи. А так, в принципе, больше вообще ничего нет. Я даже не знаю, где ещё можно посмотреть, какой магазин ещё где-то можно найти. В общем, продаёт во всех магазинах свинину и курятину. Потому что там на рынке нам ничего не надо. А у меня и денег нет. Тут же карта не заплатишь. Только наличкой. А у меня нет налички. На шкребла 4 злоты. Помидорки, просто помидоры вкусные. Бедрёнки как-то не хочется брать. А вкусные помидоры можно купить только лишь на рынке. Вот этот зелёный рынок, он и в понедельник работает. Как бы он всю неделю работает. За исключением, естественно, воскресенья. Но здесь всегда всё дороже. Дороже. И долго лежит. Ну, короче, мне нравится больше тот рынок, который только по субботам. Я его называю почему-то фермерский рынок, потому что там всё такое пахучее, ароматное. Все эти овощи, фрукты. Мёд можно хороший купить, вкусный. То есть люди сами делают. Работают на полях, привозят. И как-то и дешевле всё под закрытие рынка. Так вообще, если у одних и тех же продавцов покупаешь, они скидки хорошие делают. Так что, когда лето, когда тепло, то я стараюсь всегда только у них покупать овощи, фрукты, а не в магазинах и не на этом рынке. Этот рынок и зимой работает. Ну, короче, он на постоянной основе. Ой, у меня сейчас уже рука оторвётся. Главное, чтобы пакет не порвался. Тут сейчас рассыпется всё мясо по всему этому входнику. Будет веселье. Ой, жарко, так распогодилось. Сейчас бы как раз траву докосить. Я сейчас пока побегаю, домой приеду, уже не захочется ничего делать. Не знаю, посмотрю. Если сегодня не получится, то завтра буду косить. Ну, и что ж, то воскресенье. Что я сделаю, если у меня времени не хватает? Ой, стоит мустанчик. Сам одинёшенька на парковке. Всем привет, ребятушки. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. И сегодня у нас воскресенье. 3 сентября. На улице так хорошо, солнечно. Такое солнышко приятное. Я бы даже сказала, жарко на улице. Это очень-очень сильно радует. Да, Бруно? Очень-очень сильно радует. Бруно, как настоящий поляк. Как настоящий поляк. Не надо расчесочку грызть. Это будем расчесаться. Боже, а что у тебя такие, это, япы, брудни? Что ты там, кору жрал? Ты дашь маме рассказать? Че не дашь? Что мы снимаем, непонятно. Ну, Бруно, ну не трогай камеру. Так вот, как настоящий поляк дал маме сегодня. Волга пошпать. Мы спали до 8 с копейками. Потом проснулись, начали дурачиться на кровати, да? И кусались, и прыгали, и скакали. Бруно, ты крутишь, и я не пойму, что я сниму. Ну, я собака любимая. Смотрите, сколько шерсти. Ой! Надо Бруно купить его расчесочку, потому что это расчесочка барсика. Да? Не будил меня сегодня рано утром. Сам спал очень крепко, и мне дал поспать. Ну, и молодец, так и надо, потому что все-таки воскресенье это тот день, когда... Так, ты не вздумай прыгнуть. Воскресенье это тот день, когда можно позволить себе периодически, ой, долго полежать, пошпать, и проснуться без будильника, да? И проснуться без будильника. И без того, чтобы кто-то плачет и просится на улицу. Я сижу на улице, ай, редактирую видео. Хочу сегодня максимально все сделать и почистить камеру. Вернее, не камеру, а флешку. Почистить флешку, потому что вообще уже там нету свободных минут для съемки. Меня вчера Бруно укусил прямо сюда за глаз, блин, болит так. Фу, Милаш тоже весь покусанный, у него и щека раздертая. А где парсик? А, он воду пьет. Только что видела, уже не вижу. Я вообще, что, взяла телефон поснимать, что я хотела. Воду пьет. Я хотела поснимать, похвастаться. Во-первых, смотрите, какие у меня ромашки, как они разрослись вообще. Огромный куст. Кто помнит, тут было вообще, я не знаю, где-то. Вот так, наверное. Бруно, не трогай его. Барсик, иди ко мне. Сейчас получишь. Барсюш, иди ко мне. Барсюша, хоть ко мне. Да, мне, ко мне. В общем, смотрите, как они разрослись. Растут и растут, растут и растут. И этот тоже куст разросся. Но я смотрю, что тут молоднячок пошел, а здесь какой-то он такой суховатый. Не знаю, нормально это или нет. Может, его надо полить. Хотя у нас дожди были недавно. Ну, красиво, мне нравится. Главное, чтобы зиму перезимовали. И хотела вам показать. Кто помнит, я покупала такой кустик. Ой, что-то его поели. Кто-то его нам пожевал. А кто что-то сделал. Покупала я кустик клубники. Эта клубника у меня большую часть лета не плодоносила. Не было ягод. Она у меня не цвела. Потому что она пускала усики. Я не знала о том, что эти усики нужно было сразу убирать. В общем, поубирала я эти усики. И из оставшихся усиков там были такие росточки. Я эти росточки... Ой, она уже погнила тут, эта клубника. Я эти росточки посадила в кассеты для рассады. Бруно, ну не лезь сюда. Некоторые принялись, некоторые не принялись. Те, которые принялись, я вот их сюда высадила. И смотрите, Бруно, ну ты как слон в посудной лавке. Вылезь! Везде всунет свой нос. Ну везде. В общем, кто-то листья пожрал тут, я смотрю. Высадила я эти росточки. Тогда надо все посрывать, поубирать гнилое. И у меня они начали тут цвести. Смотрите, сколько клубники получилось. А Милаша вообще говорит, что можно ее оставить. И на следующий год, возможно, она и вырастет. Уйди отсюда, пожалуйста. Не зли меня. Только единственное, у меня нет никакой ни соломки, ничего. Было бы неплохо здесь вот так соломкой застелить. Но надо посмотреть, может, у меня там осталось агроволокно. Можно агроволокном застелить, чтобы клубника вот так вот не лежала в земле и не была такой грязной. Но все равно, ребята, прикольно. Смотрите, сколько клубники много. А еще если и на следующий год останется, вообще будет шикарно. А вот это помидоры. Я их нашла там на заднем подворке. Ну, можно сказать, что в мусоре, да? И они, представляете, я их пересадила сюда. Они как начали расти. Такие огромные. Вот этот надо подвязать. Он что-то как-то упал. Бруно, слезь! Смотрите, помидоры. Смотрите, какие у нас помидоры! Не знаю, успеют ли они вырасти. Нет, но в любом случае прикольно. А пахнет как. А здесь такие помидоры, как сливки какие-то. Смотрите, какая красота. Ну, так вот, нежданно, негаданно. Ну, прикольно. А вот это, кстати, сломался отросток помидора. И Нина его просто сюда вот встрямила, так скажем. И он, смотрите, вял-вяло, потом опять разросся. Бруно, перестань так делать. Я тебя прошу. В общем, похвасталась. Но с Бруно тяжело что-то заснять, потому что эта собака сейчас потопчет все цветы. Нажрется камней. Испачкается. А купаться нам пани доктор сказала, что нельзя. Что ты щенок, и тебе купаться еще нельзя постоянно в ванной. Выходи отсюда. Ой, голова кругом от этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!